На рабочем совещании в администрации Ямальского района, в рамках которого глава территории Андрей Кугаевский и генеральный директор компании Ямал-СПГ Евгений Кот подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве, был поднят вопрос о подготовке кадров. Сейчас на проекте Ямал-СПГ задействованы не только работники из других регионов России, но и зарубежные специалисты. Евгений Кот утверждает, что профессиональные кадры нужно готовить в округе и районе. Это удобнее как для компаний, так и для местного населения. Требования к профессиональным знаниям компания ставит особые. Опасное производство, поэтому нужно соответствующее профессиональное образование, какой-то опыт работы. И очень важно для нас это знание севера, поэтому мы всегда приветствуем, когда ямальцы приходят к нам на работу, им у нас гораздо проще. У компании «Новотек» есть уже такие проекты, они в Пуровском районе реализуются, в других муниципальных образованиях, поэтому я думаю, это будет не новым. Мы просто здесь разовьем в новой, так скажем, ситуации, которая есть на севере района, закреплим конкретно уже школу. Подготовка кадров на территории ямальского района сегодня закреплена уже документально. В соглашении есть такой пункт, подкрепленный материально. Руководство района в данном вопросе особое внимание уделяет профильной работе со школьниками, но и представители газодобывающей компании не сидят на месте. На днях делегация ООО «Ямал-СПГ» дружественным визитом побывала в Сиехинской школе-интернате. Педагогический коллектив и старшеклассники тепло принимали гостей. Диалог по существу прошел в актовом зале школы и открыл его Евгений Кот. После окончания школы, профессионального образования, специального, высшего, можно возвращаться обратно сюда в регион, на землю предков и здесь применять свои знания, приносить пользу этой земле и стране в целом. Не только строители, не только операторы, не только инженеры, но нам нужны и экологи, нам нужны специалисты социальной сферы, нам нужны специалисты, кто сможет эксплуатировать все те объекты, которые там были построены. Рассказывая о масштабах развернувшегося строительства в Сабетте, руководитель отметил, что уже сегодня там проживает 9 тысяч рабочих и в перспективе их количество будет только увеличиваться. Игорь Акатетта, глава муниципального образования села Сиеха, в своем ответном слове к представителям компании подтвердил намерение по созданию профильных классов на базе школы-интерната. Хотим создать профильные классы в Сиехе. Это, конечно, программа, не знаю, как будет называться, но будущее Ямала, дети наши должны участвовать в этом, проводить работу. Уже сейчас готовить профессионалов, есть рабочие места. Я думаю, наша школа, наши дети будут активно участвовать в этой программе. Выразив взаимное желание сотрудничать, участники встречи вступили в живой диалог. Слово было предоставлено и самим обучающимся. Я учусь не с 7-го, правда, но с 9-го на профиле биологи-химическом. И вот я хотела бы узнать, есть ли возможность получить целевое направление в этот университет, в Горный, по профилю природопользования и экологии. Я хочу быть экологом уже с 9-го класса. Именно на это и нацелена программа, чтобы выявлять в первую очередь желание, способности правильно направлять людей и в конечном итоге направлять в институты, чтобы обучались и приходили к нам, обязательно возвращались. Я житель Сиехинской тундры, обучаюсь в 10-м классе. Хотел бы получить специальность, которая нужна в собете. Хотел бы отметить, что нам нужны специалисты не только с высшим образованием, но и со специальным техническим тоже. Поэтому нужно смотреть гораздо шире. Итак, взаимная заинтересованность с подготовкой кадров обозначена. Первая встреча представителей Ямал-СПГ и школы-интерната тому подтверждение. Совсем скоро в Ямальском районе появятся профильные классы, в которых будет сделан уклон на изучение технических наук. И это значит, что уже через несколько лет на нефтегазовых предприятиях Ямала будет больше наших земляков. Ямал-СПГ и школы-интерната.